Завтра Джером Пауэлл должен принять очень важное решение. Скорее всего, это самое большое решение в истории ФРС США. И я не думаю, что когда я так говорю, я преувеличиваю. Подумай о последствиях любого его решения завтра. С одной стороны, продолжающаяся инфляция, которая за последний месяц еще и выросла, а с другой банковская система, которая рассыпается как карточный домик. Продолжение политики ужесточения приведет к дополнительному ущербу банкам, а если банковская система рухнет и экономика последует за ней. Будет ли ФРС США вести сценарий таким же образом, как в 2008 году, во время того финансового кризиса? Тогда для них красной линией стали кривые доходности 10- и 2-летних облигаций. Спред, между которыми сегодня, достиг значений, которых мы не видели с 1981 года. Во время последних шести рецессий мы видели агрессивный рост кривых доходностей, когда ФРС начинала цикл снижения процентных ставок. Этого рынок ожидает от ФРС и сегодня, начиная уже с июня этого года. Ведь настолько инвертированной кривой доходности не было уже 42 года. Это прямо-таки кричит рынку и ФРС США о том, что на горизонте огромное цунами, и оно мчится нам навстречу. Это большое предупреждение об экономическом кризисе, который может просочиться во все сферы и ударить не только по банкам. И это большой призыв к понижению ставок. Даже Илон Маск говорит, что ФРС США завтра должна снизить ставку как минимум на 50 базисных пунктов. Мы знаем, что ФРС США в прошлом повышала ставки до тех пор, пока что-то в системе не ломалось. Сегодня уже сломалось. Продолжит ли ФРС США ломать, рискуя вызвать что-нибудь похуже, или все же рискнет позволить инфляции взлететь еще больше предыдущего пика в 9,1%? Кстати говоря, это было в июле прошлого года. Завтра Джером Паул выберет, кем его запомнит история – Артуром Бернсом или Полом Волкером. Есть информация, которая может помочь нам понять, что произойдет завтра. 16,6% рынка считает, что ставки завтра не вырастут вообще. И 83,4% думает, что ФРС США подымет их на 25 базисных пунктов. Но вот это еще круче. Это то, что называется дискунтное окно ФРС. Если банк или финансовая организация в большой беде и не может найти ликвидность, ты пользуешься этим окном. Банки стараются избегать этого, потому что это как черная метка. Если ты пользуешься этим окном, значит ты банкрот или у тебя очень большие проблемы, что в свою очередь лишает желания вести с тобой бизнес. Займы через это окно взлетели до 160 миллиардов долларов за неделю. В 2008 году эта цифра составляла 115 миллиардов долларов и во времена коронавируса чуть более 50. Это серьезный красный флаг, показывающий, что ФРС США очень серьезно сломала систему. И эти трещины распространятся дальше банков, если ФРС ничего не изменит. А ФРС далеко не глупая. Она тоже имеет доступ к этой информации. С одной стороны Джером Пау смотрит на это. А с другой делает вот что. ФРС США объявляет о предоставлении ликвидности через воп-линии в долларах США, чтобы избежать кризиса ликвидности и дефицита долларов в системе. Этот источник денег будет продолжаться минимум до апреля этого года. К ФРС США присоединяются также Центральные банки Канады, Англии, Японии, Европейского союза и Швейцарии. Это означает, что они готовы вливать ликвидность не только в американский рынок. Когда ФРС США приходится запускать своп-линии, значит в системе наблюдается значительный дефицит долларов. Это очень дурной знак для любого контрагента в банковской системе. Ты ведь понимаешь, что проблема не обязательно в том, что банк не может предоставить ликвидность. Банк может ее предоставить и сколько угодно. Проблема в том, получит ли он необходимые выплаты обратно. В этом и заключается риск. Поэтому, когда ФРС США запускает своп-линии, это означает, что предполагаемый риск контрагента в глобальной монетарной системе сейчас зашкаливает. Итого, с одной стороны, риск контрагента в глобальной системе зашкаливает. Дисконтное окно ФРС США зашкаливает. Оно больше финансового кризиса 2008 года на 50 миллиардов долларов. А то время, напомню, было совсем неприятным для банков. Сегодня хуже. С другой стороны, годовая инфляция с 6% в 3 раза выше цели. Но проблема в том, что месячная инфляция, месячное изменение инфляции выросло на 0,4%. И мы видим ускорение инфляции за последний месяц. И это для ФРС США тоже красный флаг. Что же делать? Ситуация кажется тупиковой. Что не сделаешь все плохо? Если бы меня спросили, я бы предположил, что он таки повысит ставку завтра. Джером Паул повысит ставку. Но не на 50 базисных пунктов, а на 25. В этом есть смысл. Это, пожалуй, единственный выход для JP. Он скажет, мы повышаем ставку, чтобы бороться с инфляцией. И сделаем все, что нужно для этого. Но, с другой стороны, мы поддерживаем банковскую систему. И создаем эту программу помощи, источник ликвидности, минимум до конца апреля. Затем ФРС скажет, мы посмотрим, как закончится история с Credit Suisse и с его покупкой UBS. Как закончится история с FOS Republic Bank и с другими региональными банками и так далее. Если это все лопнет, то мы всегда успеем понизить ставки до нуля. Если все устаканится, то мы продолжим поднимать ставки. Но нужно внимательно следить за завтрашней встречей. Если они не повысят ставку вообще, или повысят ее на 50 базисных пунктов, или, может быть, понизят ее на 50 базисных пунктов, хотя я в этом сомневаюсь. Поверь, влияние на рынок будет самым масштабным, самым массивным за последние 15 лет. И наблюдать за этим мы будем в Телеграме, ссылка на который в описании под видео. Именно там, в режиме онлайн, я буду обозревать завтрашнюю встречу ФРС США. На этом все, увидимся в следующих видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok